В начале программы «Спорт для всех» подведем итоги крупного международного турнира по тяжелой атлетике. На прошедшей неделе калининградские спортсмены порадовали многочисленными успехами на международной и всероссийской арене. Немного поговорим о футболе, в том числе о Балтике и футболе пляжном. И в завершение программы по традиции анонсы на предстоящие спортивные выходные. Поехали! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дмитрий Наумов, который является чемпионом России по тяжелой атлетике. Наш спортсмен смог поднять 310 килограммов в двух упражнениях. Среди девушек триумфатором соревнований стала Ленни Нуниш из Португалии. Помимо золота и янтарной штанги, Нуниш установила три национальных рекорда Португалии весовой категории до 69 килограммов. Также отметим, что два калининградца выполнили на турнире мастерские нормативы. Максим Шевченко стал кандидатом мастера спорта, а Илья Генкель выполнил норматив мастера спорта России. Итоги соревнований специально для радиоспорт-ФМ Калининград подвел президент региональной федерации тяжелой атлетики Дмитрий Лапиков. География нашего турнира увеличивается. Спортсмены приехали из Соединенных Штатов, из Португалии. Девочка из Португалии вообще показала феноменальный результат мирового уровня. Для нас это тоже очень почетно. Хотелось бы и наших ребят отметить, что Дмитрий Лапов стал абсолютным победителем. Наша команда также заняла в общекомандном первенстве первое место. Многие уже хотят приехать на следующий год. О нашем турнире все больше и больше информации. Уже сейчас подтверждаются многие команды, что мы к вам обязательно приедем. Далее поговорим о победах калининградских спортсменов на российской и международной арене. В городе Оренбург завершился Кубок Европы под Зюдо. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из 15 государств Старого Света. В составе сборной России выступила многократный призер первенц страны, чемпионка Европы по самбо калининградка Анжела Гаспарян. Спортсменка регионального центра спортивной подготовки сборных команд боролась среди соперниц весом свыше 78 килограммов. Гаспарян уверенно победила в первых двух поединках, а в финале, к сожалению, уступила своей напарнице по сборной России Лилия Лениченко из Саратовской области. В итоге серебряная медаль Кубка Европы. Отметим, что второе место позволяет калининградке выступить на осеннем чемпионате Европы в Черногории, а до того Анжела Гаспарян должна принять участие в этапах Европейского кубка в Хорватии и Словении. Переносимся в столицу России город Москва, где прошел Кубок России по академической гребле. На водах Олимпийского грибного канала в Крылатском выступили 330 спортсменов из 19 регионов страны. Калининградские грибцы в составе смешанных экипажей смогли выиграть одно золото и два серебра престижного турнира. Лучший результат продемонстрировала неоднократный призер и победитель соревнований всероссийского масштаба калининградка Диана Степочкина. Вместе с Анной Блиновских из Свердловской области, победившая в соревнованиях парных лодок двоек легкого веса. Еще один известный калининградский гребец Денис Прибал завоевал серебро в составе сборной парной лодки четверки. Серебряным призером отчетного старта стала и Вероника Война, попавшая в число призеров Кубка России в экипаже лодки-восьмерки с рулевым. Далее у нас новости регби. Соревнования среди лучших юношеских регбийных команд страны завершились в Липецке. Калининградскую область на Кубке Петра Великого представила сборная воспитанников региональной комплексной спортшколы по игровым видам спорта. В составе команды выступили регбисты из Гурьевского и Полесского районов области, а также Калининграда. В группе были обыграны сверстники из Нарафаминска, Воронежа, Нижнего Новгорода и Ногинска. В четвертьфинале калининградцы переиграли юноши Енисея из Красноярска 20-15, а в полуфинале оказались сильнее команды из республики Мариэл 25-5. В матче за золото наши ребята, к сожалению, уступили фаворитам турнира команде из Пензенской области со счетом 5-45. Как отметил директор региональной спортшколы по игровым видам спорта Андрей Осипов, эти медали – большой успех для юных калининградцев. Это успех. Золото еще трудно выигрывать, трудно конкурировать с регионами, в которых богатые традиции и школы работают уже на протяжении 20-25 лет еще с советского времени. Я глубоко убежден, что успех будет только при развитии внутреннего календаря. Если мы здесь развеем свои отделения по городам Калининградской области, то если у нас будет проходить конкурентное первенство области по всем возрастам, тогда у нас будут отличные сборные для представления области уже на всероссийских международных соревнований. Мы когда-то, 6 лет назад, выбрали путь развития тяжелый, но основательный. Мы сделали большой упор именно на детской рейке. Мы уже где-то постоянно в призах на северо-западе. Команда, с которой считаются. То есть мы уже в обойме где-то в 80 регионах, которые постоянно играют в финальных частях первенства страны. Несмотря на столь жаркую погоду в нашем регионе в эти дни, сейчас немного о зимних видах спорта. В Литве завершился открытый молодежный чемпионат страны по хоккею. И его победителем стала команда «Светлогорец» из Калининградской области. Региональные хоккеисты по ходу турнира смогли одержать 18 побед в 20 матчах и завоевали золотые медали соревнований. Отметим, что для хоккейного клуба «Светлогорец» это был дебют в литовском чемпионате. Помимо командных, региональные игроки получили и индивидуальные награды. Василий Колодяжный был признан лучшим защитником турнира, а Тимур Мустафаев стал лучшим бомбардиром чемпионата Литвы. Прямо по курсу в программе «Спорт для всех» футбольный блок. В субботу, 20 мая, Балтика проведет заключительный матч первенства ФНЛ. В 13 часов по калининградскому времени балтийцы встретятся на выезде с Ярославским шинником. На кону место ФНЛ и Балтике нужна только победа. Отмечу, что впервые в истории выездную игру нашей команды покажут на табло стадиона Балтика. Вход на арену абсолютно бесплатный, а для болельщиков, которые придут посмотреть матч, состоится розыгрыш призов с символикой клуба. Добро пожаловать! Ну а в субботу, 20 мая, в регионе стартует новый сезон футбола пляжного. В городе Балтийск на берегу моря пройдет Суперкубок Калининградской области, в котором примут участие 4 лучшие команды по итогам прошлого года. В первом полуфинале в 11 часов встретятся две самые титулованные команды регионального пляжного футбола. Кронштадт Променад из Балтийска и Калининградский Лукойл. Во втором полуфинале в полдень сойдутся действующие чемпионы области. Команда Стартревел из Калининграда и Приморский Амбер. Матч за третье место начнется в 13.30. Финал турнира намечен на половину третьего. Подробности предстоящего сезона нам рассказал начальник отдела пляжного футбола Федерации футбола Калининградской области Андрей Илюхин. Очень интересно, как команды подготовились к новому сезону. Я знаю, что будут новые футболисты участвовать в пляжном футболе. И это очень радует. Я знаю, что команда Стартревел усилилась в футболистском Балтике. И, наверное, это привлечет дополнительных болельщиков на наши тригоны. Мы в этом году планируем все-таки увеличить количество детско-оденческих соревнований. Помимо того, чтобы проводить чемпионаты в области среди трех возрастных категорий, мы еще проведем несколько таких блик-турниров. Скорее всего, они будут проходить в Калининграде. Так как у нас школ спортивных очень много и участных школ очень много, я думаю, что в летний период, когда и тренировочный процесс немножко так останавливает до усердств, ребятам поиграть на песке, будет, я думаю, очень большое удовольствие. И в завершении программы по традиции анонсы самых главных спортивных событий на предстоящие выходные. В субботу и воскресенье 20 и 21 мая в центре «Созвездия» на улице Гагарина пройдет международный турнир по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки Анастасии Назаренко. Начало соревнований ежедневно в 9 часов утра. В воскресенье 21 мая на стадионе «Балтика» пройдет региональный этап Кубка России по уличному баскетболу. Начало игр в 9 часов. А в субботу 20 мая в спорткомплексе «Россия» на улице Дюнной пройдет всероссийский турнир по самбо памяти заслуженного мастера спорта Натальги Герцанс. Начало поединков в 14.30. Это была программа «Спорт для всех» на радио «Спорт.ФМ Калининград», которая выходит при поддержке агентства по спорту Калининградской области. В студии работал Олег Богачев, и я желаю вам насыщенных, спортивных, жарких выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова